Давайте поаплодируем. Это Digital Art Gallery с использованием блокчейн. Первые произведения искусства это возможно какие-то наскальные рисунки, что-то из костей, потом появилась пергамент, потом появилась бумага, толсты, кисти, фотография. Хотелось бы проявить, что происходит в час-два и какие появились новые инструменты. Собственно говоря... Я предполагаю, что ближайшим будущим инструментом для художников будет, собственно говоря, три первого манипулятора и четвертый вариант. Как оно будет развиваться, мы не знаем. Так же, как и блокчейн, это новая технология, она только появилась, еще даже никто не знает толком, как оно будет развиваться. Но тем не менее, мы попытаемся предпосхитить это все и сделать проект именно для цифровых художников, потому что для этого сейчас, как бы, есть проблема и тиранства, и, в принципе, нет площадок, которые могли бы такие продукты передавать на них права. Потому что, как бы, права фиксируются как-то юридически, и тиранства идут за страхованием. Акцент бы хотелось сделать, что это проект не для масс-маркета, а именно для коллекционных входов, которые идут в небольшой тираж, и в которых очень важно имя художника его подпись. И тут с блокчейном как раз происходит подключение, потому что блокчейн может подписывать каждую работу, и передавать таким образом, фиксировать, и, например, если мы сделали 10 работ, то они будут каждой подписаны своим ключом и иметь свой адрес. Значит, и какая проблема? В данный момент именно связанная, уже есть данный момент, и которая будет без таких, как я считаю. Это передача прав для цифровых художников на работу. В принципе, нет маркетплейсов там, где они могли бы продавать, потому что для фотографий и картин, они уже существуют, но для 3D так, чтобы продать и купить именно с правами, то их нет. То есть для демонстрации, да, есть хостинги, но там, где бы существовала купля-продавка, придача прав, такого принятия обнаружили. Ну, плюс, если это будет имитироваться через частные коллекции, через частные, не частные, а коммерческие галереи, которые существуют сейчас, это, в принципе, будут, скорее всего, через стандартные юридические компании делать, которые работают на этом рынке, и они берут примерно 40% в комиссии за сделки, за проданные в районе искусства, ну, артами. Собственно, площадка будет для артистов, коллекционеров, кураторов, и также музеи. Иногда производятся таких инсталляций для представления своих оффлайн-помещений, они также, то есть уже есть практика, когда выставляется просто VR-бокс, и там может быть инсталляция какого-то другого художника. Элементы платформы. По сути, один из фронт-энд – это обычный e-commerce, то есть каталог, в котором будут предъявлены джетек и форматы, в которых, можно сказать, объекты сформированные именно virtual reality, и которые имеют на выходе 3D модели. На бэкинге будет возможность открыть админ-панель для коллекционеров и артистов. Также будет еще один элемент фронт-энда – это VR-фабричн-аббитейшн. То есть будет возможность, например, из графических файлов JPEG, генерировать на лету виртуальные галереи, то есть помещения, в которых можно будет также демонстрировать просмотр. И вам решить 3D-произведение арт-инсталляции. Ну, собственно говоря, где же блокчейн? Предложено использовать уже готовое решение, называется Ascribe.io. Они имеют свой API, у них нет своего контента, то есть они предлагают интегрироваться маркетбейсом. Происходить где-то, так сказать, будет история дарс-инсталляции. Артисты будут размещать на маркетбейсе свои работы, и авторы будут, коллекционеры в музеи и рекураторы, могут покупать на них права. И функциональная часть – это будет генерация таких виртуальных галерей на лету, и вот как бы там следующий вопрос. То есть так это выглядит админка, в каждой работе присылается хэш, можно менять права, можно видеть передачу прав от одного, владельца к другому в истории, также такие виртуальные права можно будет передавать, то есть просто для просмотра, можно будет давать варенду, то есть на представлении на 30 дней. Идентифицировать можно будет на сайте Ascribe, то есть можно будет по хэшу именно проверить идентификацию этой работы, то есть кому она принадлежит. Также можно будет печатной версией, то есть генерировать PDF-фар, то есть тоже может являться сеть, ну, там, бизнес-сетинфикат. Ну, это элементы, то, что есть, такие в мейтборке уже есть, которые могут генерировать галереи на YouTube, так они могут выглядеть, это, как бы, пилюшка, это, немножко фан, давайте контактим, спасибо! Спасибо! Я хочу сказать, это были консеркции, мы не успели интегрировать, мы попытались, но нас было мало, и мы не смогли, как бы, реализовать этот, как бы, продукт, хотя бы, прототип, но концеркцию, как бы, я думаю, удовольствие. Да, комиссия. От проданных работ. То есть автор размещает работу, ну, проходит транзакция, и мы берем это. Ну, сам даже на снятии комиссию за, 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 на снятии комиссии, на снятии комиссии, на снятии комиссии. Я прошу, следующая команда начинает готовиться, и нам, после этого предложения, спасибо Хагатону, на акселерацию, галансный акселератор, который заинтересован именно проектом, где в технологическом плане по авторским правам. Предложение подается я. для специального программа. Особенно, идея какая-то, то есть, приобретена одна часть, это маркетплейс для отображения работ, трачи, сгенерированной работой заступают через нашу обработку. И есть часть приложений, то есть просто платформен для разных платформ, и можно обмануть, что, скажем так, клиент не скачает его, но не подходит. Ну, как бы, это пока как до конца. Спасибо. Если у вас еще вопросы, у нас есть временные вопросы. Спасибо. Ваши условия, да, можно переводить в себя в отловки, или тёпки, или тёпки, или тёпки, или тёпки идёт. А как это вы делаете в этом зал? Где вы были раньше, почему? Ага! Собственно, этот стартап, он отмечается в Беллии, и он уже работает. На нём зарегистрировано, по-моему, 5000 художников, которые работают просто и регистрируют права отчеристов. Ну, мы как бы доверяем. Они работают, по-моему, начался он в 2013 году. Так, а кто вы делаете в этом? Показывается, когда вам зарегистрировали. Мы общались с вами на прошлой встрече, что даже аппарат КВМ вам уже и фиксация работы тоже является, ну, если все где-то, то, может быть, не являлся. Ну, авторские права не имеющиеся. Показывается, что в общей недвижимости до конца. Показывается, в общей недвижимости до конца. А, почему? Серьезно. Ну, посмотрите, это же всё в будущем, да? То есть, вечером реалит в общей недвижимости. Мы пытаемся перед вас следить просто время. Я. Её. 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 Что касается генерации таких галерей, то да, есть ещё один проект, он больше… он может теряться частью этого. То есть, можно генерировать, например, какая проблема. Инсталляция, да, удобно предоставить денег, да, для артистов. Это можно на основе краудсорстена и делать рекламы в музей быстро. Плюс, например, нет музея в Украинской фотографии, например, есть такая проблема, и мы, скорее всего, будем на этой платформе решать её, то есть это будет… это будет просто как организация искусства и… Вадим, спасибо большое. Спасибо, да. Большое спасибо за прямую партию. И мы представляем нашу следующую команду, команда «Доксенсус». Доксенсус. Наш проект посвящен тому, чтобы освободить граждан и юридические лица от необходимости изготавливать и пускать в оборот юридически значимые документы на бумажных лицах. В Украине есть обязательство, которое, например, отреклировало использование цифровых оригиналов и мы можем в электронах. Мы получаем, чаще всего, документы изготавливаем в электронном виде, потом мы их печатаем и заверяем порту всю эту печатью, что на сегодняшний день является уже очень надёжным средством для обеспечения юридической валютности этих документов. И у нас возникла идея, у нас юридический, технологический проект, у нас возникла идея использовать свойства блокчейна замечательные, невозвратность записей и электролитическая защищённость распределённых принадлежений этих документов. Использовать эти свойства для того, чтобы полностью уйти от необходимости изготавливать и отъявлять эти документы в бумагу. Вот традиционный путь у нас из ИС, мы все его знаем, то есть мы предъявляемая система изготавливаем документ, потом печатаем, подписываем, отправляем его с помощью курьера на другую сторону или к предупредителю. И эти документы могут быть слайсифицированы, они могут быть подделаны, они могут быть уничтожены, если это важный документ, то он может исчезнуть целый децидент в суде или целое уголовное дело. В бумаге сгорает целое уголовное дело, потом сгорает интеллект, но очень многие преступники оказываются на свободе из-за того, что не могут иметь доказательную силу суды, чтобы их осудить. Мы разработали прототип системы, мы решаем свою внутреннюю боль, которая заключается в том, что мы выпускаем доверенность на представление функций компании уголовного выполнения и нам потом очень сложно отследить судьбу этих документов, особенно если человек уволился и предъявление этих документов, это не физический объект, теперь мы хотим в электронном виде его даже в виде QR-кода предъявлять в официальных инстанциях и дать инструмент для проверки валидности и юридической значимости этих документов. То есть у нас есть определенная цепочка, которая включает в себя несколько ролей, это человек, который запрашивает эту доверенность, потом есть те, которые внутренние у нас руководители, начальники готовы полномочиями юридически заверять ее, есть юристы, которые проверяют текст и изготавливают, собственно, этот документ. С помощью Украинской электронной цифровой подписи, сертифицированной в Институте информационных технологий, мы подписываем этот документ и записываем этот блокчейн Эммеркоин, который, как мы называем, материал и конфлиенты для таких целей и позволяет нам очень быстро сделать прототип, что, собственно, нам и удалось сделать. Да, вот как приблизительно это устроено, как уже схематически мы это показали. С чем мы пришли сюда? У нас был полностью проработан дизайн этого продукта, что это такое пользовательский сценарий, шаблоны для интерфейса, у нас были развёрнуты площадки для того, чтобы этим заниматься для разработки, и у нас уже на начало Хакатон у нас был модуль авторизации только сделан. Мы остальное все сделали за эти два дня, вчера где-то мы 4 ночи разошлись, сегодня это делали, нам немножко не удалось подбить украинскую цифровую подпись, я уверен, что мы будем заниматься после Хакатона этим проектом, мы обязательно это делаем, но зато все взаимодействие с сетью Эммеркоин, нам удалось обеспечить, большое спасибо команде Эммеркоин, которые оказали неоценимую помощь и консультацию в этом процессе. И поскольку демонстрация довольно длинная, несколько ролей, несколько участников, несколько пользователей принимали в этом участие, мы приглашаем всех желающих протестировать это решение, вот у нас и все реквизиты пользователей с этими ролями, адрес этого приложения как-то тоже это работает, пароль вот такой, и тестовый документ, вот здесь немножко не очень хорошо видно, P.O.A. это Power of Returning, номер 8, это тестовый документ, который мы записали. Теперь мы включим, мы записали небольшое видео, презентацию с тем, как этот процесс происходит, он будет утриться порядка 6-7 минут, а что я еще не сказал, что я еще не сказал, наверное, пожалуй, сейчас сказал. Меня зовут Дмитрий Павленко, я возглавляю юридическую практику компании «Дороид», мы с Сергеем вместе идеологи этого проекта, я здесь провел два фантастических дня, спасибо организаторам. Пользуясь случаем, хочу официально заявить, что блокчейн в Украине юридически валиден, блокчейн в Украине юридически валиден. Для примерно 99% украинских юристов, это то же самое, если бы я сказал, в Украине юридически валиден компьютер, но это уже тема для другой дискуссии. Спасибо большое, на суждение у меня, спасибо аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Если демонстратская продукция может продолжаться, там ничего особенного не происходит, заполняются формы, выполняются действия, я готов выслушать ваши вопросы и ответить на них. Спасибо большое. Как блокчейн может быть юридически валиден, если не заплатить налог в Украине? Да нет, блокчейн на самом деле здесь имеет только значение, то есть мы делаем юридически валидный документ, даже вне блокчейна, мы можем его в программе «Медок» писать, например, которая очень всем известна, кто занимается блоковыми документами, и, собственно, мы получаем документы, у нас текст, и цифровая подпись, вот в месте вот этот новый файл юридически значимый документ согласно правительского законодательства. Мы просто его обеспечиваем надёжное хранение в «Энерпойне», для того, чтобы мы не могли, мы можем его показать, демонстрировать всем, но никто не может этот документ уничтожить, социализировать, и все желающие могут убедиться, что именно мы выпустили этот документ, и он там лежит на правах. Добавлю, статья 7 закона Украины об электронном документообороте говорит о том, что оригинал цифрового документа, который хранится на нескольких носителях, все эти копии являются оригиналами этого документа цифрового. В 2003 году до Сатоши украинский закон это определилось. Вопрос. Секретарь, у нас не планируете ли вы подносить цифровую 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 вне, скажем так, телефонного устройства на другое, потому что, допустим, на мотиву использования ЕС? Пока мы об этом не думали, у нас подписание документа по нашей задумке происходит с использованием JavaScript и библиотеки, все подписание происходит прямо на интерфейсе пользователей. Ключевой файл никуда не улетает, то есть отсюда с интерфейса летит туда в сеть, прямо уже готовый подписанный документ, таким образом мы сохраняем конфиденциальность пользователей, пока этого не делают. Но, возможно, в будущем для хранилища, потому что все-таки ключевая информация там, кого банк-клиент, если цифровая электронная подпись, это очень сенситив штука, которая хочется где-то секьюрную спрятку. Наверняка, мы придем к тому, что будет криптохранилище, который за пароль, и твои реквизиты, которые ты можешь упомнить, позволяют им иметь доступ к этому. А как, если запоминтируем цифровую подпись, как будет запомнить? Так же, как и в установленном законном порядке, ты должен обязательно сообщить в АЦСК, отменить эту подпись, перевопустить документы и так далее. Нет, вообще не остается вся история этого АЦСК. Все с этим понятно. Если подпись компрометирована, то тогда мы должны объявить об этом публично, отменить эту подпись и перевопустить документы. То есть тут этого не избежать. У всех как раз со стороны документов подойдет к правонарушениям? Да. Спасибо. Спасибо. Хорошо решение публичное решение. Не только публичное решение. Да. Я вам сделаю третье. Откройте, сделаем решение. Спасибо. Мы хотели использовать большой запас для вас. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok